ну что же друзья здравствуйте если вы меня слышите я обращаюсь к тем кто в скайпе не тем кто будет нас смотреть потом записи и не к тем кто смотрит нас в прямой трансляции на канале портнов блог я в данном случае обращаюсь тем кто в скайпе слышно ну хорошо как бы замечательно я переключаюсь на группу тут у меня у меня два компьютера один то что вы видите у себя на экранах а второе меня лэптоп и на лэптопе я вижу то что пишется в чате прямой трансляции и то что пишется в скайпе в нашей группе значит мы сейчас переходим из группы чата в группу основного курса значит никто мне не звонит до сама мысль что можно позвонить во время уроков skype абсолютно как бы странное так скажем и да вот мне говорят слышим слышим это очень хорошо я рад ну что давайте значит так достаточно ребят достаточно не надо пожалуйста больше писать вас 500 человек если 500 человек напишут слышно то это будет довольно занятно значит нас 386 в линии из тех 500 которые были я если не забуду сделаю перекличку через допустим 30 минут у нас есть способы поэтому давайте сделаем так начнем у меня для вас есть презентация вот мы с нее и начнем так давайте тут окошечко лишнее закрою чтоб нас не беспокоило и отправимся в презентацию значит презентации у нас начинается вот тут значит welcome а значит что да ну пошли да начинаем реально начинаем вот она говорит welcome ну вас приветствует наша презентация в нашем классе и я не буду так сейчас подробно рассказывать про класс поскольку это как бы разговор уже продолжающийся я записал небольшое введение для тех кто в группе в skype но она кстати было и на канале silicon wall и войс я сделал там плейлист который называется тестирование программного обеспечения 2018 и я туда буду потихонечку все помещать вот буквально начиная с сегодняшнего дня и там вот будет полная коллекция теперь что касается ресурсов которыми мы будем пользоваться у нас есть две странички одна страничка с прошлого раза это предыдущий курс который мы по-русски писали partnov.com.ru и вторая страничка которую мы сделали специально для нашего курса 2018 года вот у нас страничка 2018 вот она перед вами и у нас есть страничка прошлое где она тут у нас вот это мы будем обращаться к страничке прошлого года потому что очень многие вещи которые там есть они есть и они остаются актуальными и мы будем просто ссылаться на это на все без того чтобы заново наговаривать и занимать ваше время чем-то что в общем то уже сделано мы лучше добавим к тому что есть и вот будем таким путем идти но по всякому случае все те люди которые захотят посмотреть что еще есть откуда когда чего они приходят на эту страничку partnov.com.ru и тут будут ссылки на все уроки вот пройдет сейчас первый урок мы сюда ссылочку дадим кроме того там есть урок номер один да вот тут будет ну может быть здесь не будем а вот тут сделаем вебинар который сейчас видят те кто участь участвует в вебинаре 500 человек запись на него будет здесь вебинар будет висеть на youtube вебинар который видео снимают у меня час две камеры пишут 1 в хорошем таком разрешении с приличной оптикой камера но там будет 1080 разрешение а вот еще у нас есть камера которая пишет 4к ну посмотрим что получится я первый раз с ней работаю может может быть более высокого качества есть прямой эфир это то что в ютюбе она сама в ютюбе через там допустим 30-40 минут после того как мы закончим нашу запись она она там появится на канале портнов блог это еще один наш канал такой он как бы сказать более личный он для тех кто смотрит все что есть на канале силикон вал и войс мы туда даем какую-то информацию чтобы не перегружать основной канал вот ну и слайды к уроку вот то что вы увидите у меня сегодня в презентации она здесь будет вот этот факт поэтому давайте мы двинемся дальше пока что у нас дальше почему тестирование программного обеспечения обеспечения почему мы преподаем эту дисциплину почему вы изучаете эту дисциплину почему вы можете заинтересоваться в этой дисциплине и весь наш разговор на самом деле при том что он применим ну скажем так в более широком спектре но мы говорим сейчас о рынке труда в соединенных штатах мы говорим о людях которые скорее всего уже имеют или собираются получать разрешение на работу в соединенных штатах и они могут достаточно свободно функционировать на местном рынке вы можете посмотреть этот курс и искать работу в украине там белоруссии россии и так далее в германии вы можете попытаться закончить этот курс я не знаю там белоруссии и попытаться найти удаленную работу в соединенных штатах или канаде или великобритании это возможно все но мы сейчас поговорим об этом значит почему это почему это конкретная дисциплина это ну в кавычках черный ход в мир компьютерных технологий если вы хотите переключиться в мир айти то это как бы черный ход это относительно доступная вещь то есть это можно освоить самостоятельно если так как бы потенциала достаточно это можно сделать за относительно короткий промежуток времени ну скажем несколько месяцев я знал людей которые от месяца там и больше умудрялись это делать в предыдущем нашем онлайновом курсе который был начался в ноябре одиннадцатого года там был молодой человек из калуги он заканчивал авиационный институт и после третьего урока он пошел нашел работу там в калуге вот ну просто парень молодой знаете пошел нашел работу я думаю больше за смелость взяли чем за какие-то знания после трех уроков он много не знал но но все-таки значит хороший потенциал роста там есть куда расти то есть можно внутри тестирования расти в сторону очень сложных технологий и инструментов можно оттуда двинуться в программирование можно двинуться в project management можно двинуться в какие каких-то еще направлениях хотя большинство людей которых я знаю вот здесь соединенных штатах они остаются в тестировании ну вот так происходит теперь что нужно минимально знать для того чтобы рассчитывать на успех успехом мы будем называть нахождение работы 1 это не обязательно сразу на 100 тысяч нет это может быть вдвое меньшая сумма но вот что нужно минимально знать чтобы сказать у меня есть достаточно как бы критической массы для того чтобы идти этим по этому курсу и рассчитывать на успех значит надо быть хорошим пользователем персональных компьютеров и мобильных устройств человек который не является пользователем не может ничего тестировать я уже не говорю о том что он абсолютно беспомощен когда нужно какую-то установку произвести конфигурацию там легкое администрирование того с чем он работает но он просто в силу специфики того что такое тестирование а это сравнение того что должно быть с тем что реально получается и вот разница между ожидаемым и реально получаемым в значительной степени нами видится через то что вы пользователь если я видел эту штуку там 30 других ситуациях то я гораздо лучше могу сказать что вот что-то бы надо подправить а что-то наоборот значит не надо подправлять и так далее то есть быть пользователем исключительно важно вы можете сказать а если вот не пользователь но я хочу у вас проблема выручить а я вот целыми днями сижу в соцсетях там facebook там вконтакте это я пользователь вы дохленький пользователь вы можете вы себя спросите приходилось ли мне когда-нибудь в жизни там переустановить windows например это уже как бы признак я не хочу сказать крутого пользователя но хоть что хотя бы что-то вот методологию тестирования нужно знать основы мы это проходим вы можете читать книжку вы можете слушать видео и так далее собственно наши видео можете слушать или какие-то еще это нужно понимать немножко то есть поддержать разговор на описание ошибок для того чтобы ну не столько найти работу сколько ее выполнять надо уметь описывать ошибки то есть писать сообщение о проблемах элементарное планирование тестирования то есть всякая документация которую пишут но надо например отвечать на вопрос там как будешь тестировать вот это или вот тебе требования значит как будем тестировать соответствии с этими требованиями пишется некоторая документация элементарная там тест кейсы тест свиты там тест матрицы какие-то и так далее желательно поддержать разговор на эту тему тоже надо иметь представление о том каким образом в компаниях не в одной этой конкретной могут быть там отличие от компании компании но в целом как происходит процесс разработки что что там присутствует потому что та работа которую мы делаем она должна вписаться в этот процесс и если я могу сесть на своем компьютере что-то такое сделать она не вписывается ни в какой процесс то я как бы не не полезен меня надо учить вот простым вещам поэтому по минимуму надо разбираться в этих вещах немножко не нужно быть там гуру не нужно ходить там и скажем создавать там какую-то техническую среду для всей компании не дай бог который там идет разработка или что-то но во всяком случае понимать как какие-то вещи неплохо вот это минимально теперь у нас следующий вопрос а что вот если вы если у тебя еще что то есть вообще здорово вот что здорово знать элементарные навыки кодирования администрирования не бизнеса технического компьютерного наладки настройки конфигурации там и так далее есть масса народ такого и не кейщики люди которые ну просто по ходу дела им пришлось то они чем-то занимались между делом чем-то таким вот где-то там какой-то язычок программирования подхватил там по мелочи как чуть там на скриптовал какие-то странички там делал может быть там на джава скрипте что-то такое набабахал это очень 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 здорово я не говоря о том чтобы человек программистом работал не дай бог нет ну ну вот полно инженеров которые так по чуть-чуть могут это очень здорово любой опыт работы в сфере айти абсолютно любой тоже это очень очень здорово высшее образование не обязательно инженерное хотя инженерное лучше если вам 18 19 20 лет у вас нет высшего образования но и не надо в вашем возрасте не надо хотя неплохо если вы при этом где-то учитесь или планируете получить образование так далее это в общем-то как бы вас помещает в правильный класс потому что люди которые работают войти в общем-то в основном имеют высшее образование вам многие скажут что это не важно там еще что-то но это те у кого его нет а те у кого есть а у большинства есть вот они как бы по-другому относятся и еще раз это не обязательно образование техническое но лучше если техническое нет так нет ни ничего страшно разговорный и и письменный английский если вы в сша это абсолютно необходимо то есть это даже бессмысленно надеяться на что-то если вы не можете поддержать разговор или не можете вести документацию на языке мы это будем делать все в нашем классе вы увидите на каком уровне и как это происходит если вы рассчитываете из другой страны работать на американского заказчика это тоже совершенно необходимо есть исключение вот у нас был в прошлом в прошлом заходе молодой человек он жил в одессе и нашел работу какая-то компания российская вот базирующаяся на кипре это бывает хотя может быть они там тоже на английском я не знаю но но в общем-то рассчитывать на это не надо и как в лотерею выиграть если вы собираетесь работать скажем в россии белоруссии украине на каких-то офшорных проектах они тоже пишут документацию на английском и это как бы очень очень важный фактор поэтому как мы в свое время говорили но у инглиш но вот джоб да вот таким манером очень-очень важно навыки общения с людьми в команде есть люди угрюмые нелюдимые шарахающиеся есть такие знаете даже общительные но понять нельзя что они говорят вот есть люди которые все время не по теме не в теме вне контекста там еще что-то если у вас нет навыков общения с людьми и работа в команде они индивидуально вам тоже очень очень тяжело придется не знать что вы найдете работу но очень тяжело придется потому что сегодня работа в тестирование это работа где много общения в отличие от того что было скажем там 20 лет назад теперь мы мы будем в этом классе изучать в основном ручное тестирование хотя последние несколько занятий у нас будут по автоматизации и есть некоторые мифы связанные с ручным тестированием некоторые мифы повторяются вот когда мы начали эту школу в девяносто четвертом году я слышал это все в девяносто четвертом году но как-то вот все все вроде ничего до сих пор поэтому я бы не переживал итак говорят нам что ручное тестирование уходит ну куда-то в другие страны преимущественно с дешевой рабочей силой в америке его не остается нам говорят что без работы автоматизации больше не найти но это не то что нам говорят а это говорят а значит это говорят людям которые начнут мечта камера барахлит ну ка сейчас попробуем ее запустить значит это говорят людям другие люди которые сами мало чего понимают в этом деле и дай бог здоровья что называется а мы давайте поговорим как под с нашей колокольни это все и по факту ручного тестирования по факту ручного тестирования гораздо больше чем автоматизирован существенно больше работы больше работы больше по факту автоматизированное тестирование начинается но вот когда вы работу ищите ну там 45-50 долларов в час так так устроен процесс начинающий ручной тестер получает в диапазоне что-нибудь 25-30 долларов в час и 25-30 долларов в час соответственно никакого пересечения между ними нет если вы ищете работу на эти 25 на 30 долларов в час и то трудно предполагать что от вас кто-то ожидают ручного тестирования автоматизации они могут сказать как то вот как у тебя с автоматизацией но вы должны может быть что такое ответить мы обсудим но во всяком случае не имеется в виду что вы как-то вот в этом контексте активно функционируете у меня камера 4к отключилась руки хорошо что-то там с ней произошло теперь значит идем дальше просто элементарное логическое то есть есть люди которые в панике которые не в курсе они смотрят туда смотрят сюда есть такие знать паникер им лишь бы мусор всякий собирать они свой мозг подставляют и чужой компостирует но по факту это все ерунда вот у нас тут в школе 500 человек в год мы обучаем ручному тестированию и по стране еще 500 в онлайновом классе мы мы немножко учим автоматизацию но но они не находят работу с этого в автоматизации они все-таки работают вручном ну 90 процентов поэтому хватает ничего страшного значит автоматизация в тестировании давайте мы поговорим это следующая ступень в росте тестера если вы сегодня получаете там 25-30 долларов в час и вам надо расти куда-то вот вы растете вы изучаете автоматизацию это сегодня практически неизбежно в силу того как меняется процесс разработки программного обеспечения то есть сегодня это пришло в такую стадию когда если ты не вписываешься в этот процесс а он такой весь автоматизированный то собственно тебе уже и места в нем нету поэтому автоматизация абсолютно необходимо как вот следующий следующий этап роста но если вы думаете что можно вот так там книжку почитать на курсы по автоматизации или там по джаве походить и получить с этого работу в автоматическом тестировании я себе с очень большим трудом представляю если только вас учеником может быть возьмут каким-то я даже я даже не представляю как как это должно произойти вот значит когда вы получите первую работу по автоматизации по ручному тестированию совмещайте изучайте инструмент бесплатный значит вы можете им пользоваться на работе вас никто не осудит вот и дальше у вас появляется опыт и с этим опытом вы пойдете в автоматизацию со мной то же самое было я работал вручную мне дали коробочку там с этим инструментом я совмещал одно с другим прошло два года я уже всех учил автоматизации но ничего страшного это это делается и большинство людей которые получили работу в автоматизации начали делать эту автоматизацию уже на работе параллельно срочным тестированием и дальше уже пошли это естественный бут говорят а что учить для автоматизации ну вот или джаву или пайтон у нас говорят джава скрипт я бы сказал так из тех людей которых мы сегодня знаем больше пользуется джава скриптом чем например там пайтоном или джавой но пайтон безусловно очень популярен джава безусловно очень популяр есть такое тестирование rest api тестирование веб сервисов это популярный вид тестирования очень распространенный веб драйвер это инструмент для автоматизации тестирования очень популярный инструмент через пользовательский интерфейс вот это надо будет знать но еще раз если у вас нет какого-то серьезного бэкграунда в программировании там или что-то значит начните с ручного вас совершенно это никак не не унизит я бы так сказал как найти вакансии в сша ну давайте мы с вами сейчас поищем немножко вакансии сделаем да ну я тут пишу в этом в этом слайде что вот есть такие сайты как дайс монстр индит еще есть там питок неплохих мы поговорим об этом подробнее когда дойдем до поиска работы у нас есть специальное занятие я уже не говорю о том что у нас в предыдущем классе который мы делали в одиннадцатом году там десять уроков из них последние два как раз по поиску работы и они вполне актуальны и то что мы говорили про cover letter сопроводительное письмо и то что мы говорили как искать работу там и так далее может быть интерфейсы поменялись за это время мы мы нагоним значит вот эти сайты очень существенно грамотно составить в этом поисковый запрос потому что можно очень очень сильно облажаться я вам сейчас покажу мы пойдем сейчас с вами на дайс и сравним вот у нас есть тут нью-йорк сити но вместе с нью-джерси как-то так они там рядышком лос-анджелес сиэтл сан-франциско даллас мы пойдем запишем знаете что я сейчас попробую сделать давайте так я возьму copy пойду тут но вот пэдик у меня есть вот я сюда ему скажу пейст и тут мы с вами разгуляемся сейчас разгуляемся мы таким образом мы пойдем в браузер мы пойдем на дайс на дайс и я сделал вот такое вот такой поиск вот вот тут а значит что я думаю куда бы это дело скопировать вам я его сброшу потом я его поставлю в ресурсы к первому уроку вот эту ссылку я поставлю в ресурсы значит что здесь делается здесь логическое выражение которое говорит дай мне позиции в районе тампа флорида это хороший такой рынок развивающийся тампа это пятый по скорости роста регион соединенных штатов там дешево там бурлит все и так далее значит дай мне все что есть в тампе в районе 30 миль вот она 30 миль а дальше что за по-моему там за 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 две недели я писал за две недели ну хорошо и я говорю так чтобы в названии в названии должности было либо слово qa либо слово sqa software quality assurance либо тест либо тестер либо тестинг либо слово quality почему эти ну из опыта моего вот я так делаю и мы видим что за две недели у нас было 30 позиций если мы на самом деле эти позиции перри сортируем по дате да то мы увидим что из 30 ну давайте глянем за 24 часа что получилось значит один два три четыре пять шесть семь восемь девять 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 из 30 сегодняшних да вот шесть часов назад значит сейчас в тампе во флориде на три часа больше чем у нас то есть у них сейчас два часа там пол третьего пол третьего дня значит если шесть часов то это будет где-то с восьми утра вот примерно с восьми утра было сколько я сказал девять раз два три четыре пять шесть семь восемь девять позиций из тридцати девять позиций были сегодня что это значит если сегодня есть 30 это не значит что они 30 там пришли и 30 ушли сколько то пришло сколько то ушло 30 это сухой остаток каждый день приходит каждый день уходит вот 9 пришли допустим за выходные ничего не приходило значит пять дней по девять позиций там допустим 45 ну вот значит 45 позиций это то что пришло бы значит или там в среднем придет и так далее тут разные позиции тут начальники и синеры там еще какие то позиции разные Теперь, мы хотели сравнить, да, какие регионы мы хотели сравнить. Собственно, там, кто у меня там и не было. Давайте напишем, ну, давайте начнем с Нью-Йорка. Давайте скажем, Нью-Йорк. Так, напишем, оп, сори. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Ну, давайте, может быть, знаете, что сделаем? Давайте накинем, пусть будет 40 миль. Так, пошире возьмем. 40 миль. А что Нью-Йорк-то? А, я извиняюсь. Что-то мы не поняли друг друга с этим делом. Нью-Йорк, давай ищем. В Нью-Йорке у нас 189 позиций. Вы понимаете относительность всего этого дела. Это не то, что вот 189 и они нас ждали. Но мы сравним просто разные регионы. 189. Давайте напишем Лос-Анджелес. В одной ситуации сравним. Лос-Анджелес, Калифорния. Ищем. В Лос-Анджелесе 163. Пишем. У вас будет этот стринг, прямо ссылка будет на этот URL. Значит, 163. Вы можете искать по всей стране, сколько хотите. 163. Сиэтл. Сиэтл, Вашингтон. Что у нас? 99. Друзья, это не так плохо, как может показаться. Но просто вы видите относительно друг друга. 99. Сан-Франциско. Давайте напишем Сан-Франциско. Сан-Франциско. Ой. Что-то это. Калифорния. Калифорния. Сан-Франциско. 40 миль. Это покроет не всю Кремниевую долину. Давайте, знаете, что сделаем? Вместо Сан-Франциско я здесь напишу 94.040. Это Mountain View. Это как раз посерединке. То есть мы покроем сразу всю Кремниевую долину сейчас. И Сан-Хосе, и Сан-Франциско, и East Bay. Вот этот регион покроем. Это как бы один рынок общий. Значит, что у нас тут будет? У нас тут будет 329. Вместо Сан-Франциско мы напишем тогда Silicon Valley. Silicon Valley. Так. Сколько там было-то? 329. 329. И остается у нас Даллас. Почему Даллас? Потому что Даллас хорошее место. Вот только из этих соображений. Есть еще много симпатичных рынков. 122. Рынок является более или менее симпатичным. Не только потому, что там есть работа. А еще важно, что там с людьми происходит. И Кремниевая долина самый несимпатичный такой рынок. Невыгодный. Потому что вроде бы работы много, но с другой стороны и народу много. Вот допустим, если в Силиконовой долине больше, чем в Лос-Анджелесе. Ну считайте вдвое, да? Вот Лос-Анджелес и Кремниевая долина в два раза больше позиций, а людей больше раз, ну в 10, может быть в 15. То есть вы получаете представление о том, на каком мы свете с вами находимся. Давайте возвращаемся к нашей презентации. И движемся дальше. Вот. У нас некоторый разговор небольшой по рынку Кремниевой долины. Значит, у нас требования реально выше. Я поскольку сравниваю студентов, которые у нас здесь, и студентов, которые в онлайн-классе, я вижу, как они находят работу. Я могу сказать, что за пределами Кремниевой долины в целом тенденция такая, что вот от людей ожидают, вот как тут ожидали, может быть, там 15 лет назад. Проще. Проще требования. Значит, здесь требования выше. Здесь компании настолько находятся в цейтноте, в стрессе, они совершенно не в состоянии тренировать новичков. За пределами Кремниевой долины с этим полегче. Ну, правда, полегче. То есть у нас довольно много народа из онлайнового класса, процент существенный из онлайнового класса, их берут на ручное тестирование, но им говорят, мы тебя нанимаем, но мы ожидаем, что ты будешь учить автоматизацию. Он говорит, да, здесь тебя так не наймут. Ну, то есть, еще раз, бывают всякие исключения, но, как правило, здесь так не работает. Им проще не брать вообще человека, чем заниматься там его развитием. Здесь очень много стартапов. Стартапы преимущественно стараются нанимать людей, то, что называется senior level, и у них нет места тоже вот на обучение, на адаптацию новичков и так далее. У них нет толком документации никакой. Там нужно быть реально серьезного уровня человеком, чтобы тестировать в таких условиях, которых тестируют совершенно невозможно. Казалось бы. Вот, поэтому такая специфика. Соотношение спроса и предложения очень невыгодно, потому что у нас тут невероятный наплыв людей из разных стран по рабочим визам, преимущественно из Индии. У них, как правило, жены очень, ну, скажем так, хорошо образованные. Это не то, что они там продавщицами норовят работать, хотя многие работают тоже, но, в общем-то, образованный народ, и они хотят какую-то интеллигентную работу. Мужья программисты в основном, а жены, ну, вот они в тестирование идут. И тут у нас много всяких индийских курсиков, и русских какие-то, может быть, тоже, наверное, есть. Я не знаю, но, во всяком случае, и мы тоже есть, мы 500 человек в год, это шутка, что ли? Поэтому соотношение спроса и предложений невыгодно. Поэтому, если вы, например, думаете, не поехать ли мне там поучиться в Портнот Компьютер Скул, я вам очень советую планировать, где вы потом будете искать работу. Конечно, вы можете и здесь тоже, но, в общем, я бы вам советовал начинать там, где проще начинать. Покупательная способность денег существенно подорвана стоимостью жилья. Не продуктов, хотя и продукты здесь, может быть, подороже, вот, и все остальное, но и бензин подороже. Но аренда жилья и покупка жилья настолько дороги, что абсолютно не имеет никакого смысла. В общем-то, здесь селиться капитально, если только вы не фанат там Facebook какого-то или Google, и вы там собираетесь работать, хотя вам проще было бы начать где-то поработать полгода-год, приехать сюда и дальше двигаться карьерно. То есть, как место для начинающих, я бы сказал, что это последний выбор, который бы я вам советовал делать. Но, еще раз, это ваше дело. Но мы тут живем как бы ничего, ну что, а что, мы тут все равно живем. Так, я вот, я обращаюсь к тем, у кого есть выбор. Достаточно ли нашего курса? Да, люди находят работу, но далеко не для всех достаточно. В принципе, я когда смотрю, вот, например, на людей, которые у нас брали онлайновый курс, такой вот бесплатный, платный, и которые нам ищут работу в Украине, России, Белоруссии, вот они говорят, я закончил курсы, начинают рассылать резюме, ну там что-то у него есть тоже там, и их приглашают на интервью, знаете, у нас, ты можешь университет закончить, тебя не пригласят на интервью, если у тебя там нет проектов, ну хотя бы учебных, ну вот учился в институте, в университете, делал там курсовые, напиши, какие технологии, чего разрабатывал там и так далее. Здесь, как бы сказать, у выпускников учебных заведений есть отдельный рынок. Этот рынок называется, вот, выпускник. Обычно выпускника подгребают прямо в учебном заведении, там есть такие job fair, приходит компания, интервьюируют. Чем выше класс учебного заведения, тем больше желающих оттуда взять людей. Чем лучше ты учишься в своем учебном заведении, пусть даже не первого ряда, тем больше шансов, что за тобой придут наниматели. Но если ты учишься в средненьком или в плохоньком, и сам ты средненький или плохонький, то ты высыпаешься на рынок, а на рынке места нету для вот этого человека. Понимаете, у них свое место, своя ниша, где они там ходят и где их нанимают. А когда он выходит на такой рынок, а там рекрутеры, а рекрутеры никто денег не платит за начинающего. Уже его и так сколько хочешь, в калыч позвонил, тебе 10 пришлют. И вот упирается. Поэтому проекты, они хотят видеть реальные проекты, не учебные. Вы можете в open source находить себе проекты, их там миллион. Вы можете делать какой-то фриланс. Вы можете на ютесте поучаствовать. Если вы в США живете, вы будете получать проекты. Если вы живете за пределами США, то уже намного сложнее. Но опыт проектов, это то, что украсит любое резюме. Особенно резюме человека, который просто учился. Понимаете, ему, кроме того, что он курсы брал, предъявить нечего. Это очень слабая позиция. То есть, конечно, если тебе там, я не знаю, 20 лет, и ты в сети колледжи учишься, и там на интернат на 15 долларов позиция какая-то. Да, это бывает. Это бывает. Но если ты уже постарше, если тебе не 20 лет, а, скажем, 25, и у тебя все еще нет высшего образования, и ты еще с акцентом сильным говоришь, и, ну, а что ты делаешь? Вот, трак вожу, или там, я не знаю, что, пиццу. Вот уже начинаются проблемы. Очень желательно, очень желательно добавить базовых технических знаний. Что-нибудь вот там по веб-страничкам, да, HTML, CSS, JavaScript. Кодирование какое-нибудь. Я говорю, или Python, или JavaScript, или Java. Ну, Java посложней. Python попроще. JavaScript, наверное, еще попроще. Ну, сейчас JavaScript, как бы, очень-очень расхожий такой язык. Многие на нем решают абсолютно любые такие задачи в тестировании. Некоторые представления о базах данных. Вот язык SQL. Команды Unix, базовый, там, питок. Никто не говорит, там, глубоко лезть куда-то. Ну, питок. Виртуальные машины. Вообще неплохо знать, да, то есть, как бы, они там применяются в разных ситуациях. Все это дело хорошее. Теперь, что у нас идет о виртуальной машине. Дальше что? Для того, чтобы быть успешным в нашем деле, очень важно, чтобы у вас складывался со временем профессиональный нетворк, так сказать, вот сеть, да. Сеть людей, которые вас знают по работе, по, ну, в профессиональном мире. Это не даст вам, скорее всего, первую работу, хотя это тоже бывает. Знакомый привел там за руку. Это бывает. Меня вот так привезли, моя первая работа вот так случилась со мной. Но, когда вы поработали пару-тройку лет, вы сменили пару-тройку компаний, и вас уже знает, ну, много народу, вы ходите на какие-то митапы, тут есть профессиональные такие тусовки. Вы общаетесь на каких-то профессиональных форумах, и в LinkedIn у вас какой-то там народ. И, соответственно, вы обрастаете вот этим всем. У всех открытые позиции. Вот сейчас в любую контору пойдешь, нужны люди. И через пару-тройку лет вы начнете уже в основном находить работу через вот этот нетворк. И я обращаюсь к тем, кто сегодня у нас в классе сидит. Сколько их там сейчас, давайте я гляну, набежало. 439. Ну, это уже получше. Это не 386, как мы начинали. 489. И, значит, вот у вас будет в этой группе, там, скажем, 500 человек, которые и есть ваш первичный нетворк. Пройдет пару-тройка лет, эти 500 человек вас вытащат как спасательный круг в абсолютно любой ситуации. Больше того, хорошую работу просто так с улицы не получишь. На хорошую работу, где желающих много, среди опытных людей. Вот туда приходит вот так. Поэтому цените. И, как минимум, вы должны уже завести себе аккаунт на LinkedIn. И подключать туда людей, которые в этой группе есть. Ваши там, ну, коллеги, имеется в виду люди из этого бизнеса. Очень часто начинают к вам стучаться какие-то риэлторы. Какие-то люди, которые что-то продать норовят. Или привлекают вас в какие-то там, в сетевой маркетинг. Бог знает что. Значит, эти люди вам там не нужны. Вам нужны коллеги айтишные. Пусть это будут программисты, тестеры, там, сисадмины. Однокашники, вот, например, по нашей группе. Если вы учились в каком-то институте, который относительно профильный. Этих можно. Рекрутеров. Я не хочу сказать, что всех подряд. Но, в принципе, любой рекрутер. Ну, не любой. Многие рекрутеры. Поговори с вами по телефону, тут же вам на LinkedIn шлют приглашение. Ну, не злоупотребляйте. Но, в общем-то, неплохо иметь сколько-то рекрутеров. Особенно тех рекрутеров, у которых много контактов. Вы можете посмотреть, сколько у них контактов, если действительно много. Вот. Это неплохо. Это вам позволяет через его контакты выходить на более широкий круг. И так далее. Дальше мы поговорим еще раз о четырех уровнях усвоения по системе Владимира Павловича Беспальков. Я говорил об этом в нескольких видео. Но я понимаю, что люди, которые будут смотреть вот этот материал, может быть, за пару-тройку лет набежит полмиллиона человек, которые его посмотрят. Я очень надеюсь. Я для них расскажу. Значит, есть четыре уровня усвоения. Вот некоторая концепция такая. И вы можете подробнее почитать, если будет настроение. Но идея такая. Первый уровень – это уровень распознавания. То есть, да, где-то слышал, что-то нам говорили. Но самостоятельно человек не может этого сделать. Я вам рассказывал, как, например, писать тест-кейсы. Дальше вам говорят, ну вот напиши тест-кейсы на логин, пасворд, функционал. А вы не умеете. Это уровень первый – распознавание. В профессиональном смысле это дилетант. Дилетант – ему нет работы. Если вы учите что-то, оставаясь на первом уровне, письменная гарантия, что работы у вас не будет. Следующий момент. Уровень воспроизведения. Это когда человек может рассказать, сделать, поговорить на тему. Вспомните, например, когда вы учились в институте, вы готовились к экзамену. В чем состояла подготовка к экзамену? В том, чтобы вытащить билет и рассказать что-то, потому что в билете написано. Ну и не просто вызубрить. Да, вот есть там люди, зубрят хорошо. А тебе начинают вопросы задавать. А если вот тут? А если вот так? Что ты будешь делать? Вот это уровень воспроизведения. Когда человек без посторонней помощи может решать стандартные задачи, которым его научили. Это в профессиональном мире. Мы это называем профессионал. Он, безусловно, имеет работу. Его все ищут, его все хотят и так далее. Он не обязательно такой творческий, безумно творческий человек. Он работает в тех рамках, которые он освоил. Он может там чинить, я не знаю, движки. Он может тонировать стекла, например. Он, ну вот, конкретная специализация. Такая простая. Он может там писать код стандартный. Вот его научили программировать. Вот он пишет какой-то стандартный код. Это солдат такой. С хорошим заработком. Они хорошо зарабатывают, кстати, эти люди. Следующий уровень. Это субъективное творчество. Это человек, который применяет свои знания в незнакомой для него ситуации. Субъективно творит. То есть, может быть, задача уже решена миллион раз. Но он, вот для него это новое, он пошел ее решать. И он может ее решать. Его называют экспертом. У него очень хороший заработок. У него всегда работа есть и так далее. И четвертый уровень. Это малая группа. Это ученые. Это люди, которые занимаются объективным. Объективность я написал. Объективное творчество. Значит, это люди, которые... Ученые, в общем-то, да, такие. Они узнают такие вещи. Значит, мы сейчас об этом не говорим. Для нас в нашем курсе существенно, чтобы все, что вы учите, доводить до второго уровня. Мы должны быть... Видите, это кажется, что желтый цвет, это золотой. Это золото, друзья. Мы должны быть на втором уровне в том, что изучаем в этом и в любом другом курсе, который относится к делу, иначе вам работу не найти. Вот это очень-очень важное место. Вы послушали лекцию, вы ничего не знаете. Вы должны выйти на второй уровень. Между первым уровнем и вторым уровнем лежит практика. Вы должны делать домашние задания. Причем, делая домашние задания, вы должны выводить себя на второй уровень. Вот это то, как мы будем учиться. Если этого нет, еще раз, даю расписку, что не получится ничего. Дальше. Есть еще одна такая мулька. Это про пять категорий студентов, которые... Ну вот, из моего опыта. Это чисто субъективно. И это не характеризует людей. Это характеризует отношения между человеком конкретным и тем, что мы изучаем здесь, в классе. Потому что, допустим, человек может быть ленивым и немотивированным в изучении Java, и при этом, допустим, это хорошая мама, или хороший сын, или там что-то. Это не то, что он всегда такой. Но вот в нашем деле, да. Значит, первое. Это партнер. Партнер, он кооперируется. Он игнорирует идиотов, которые ему мешают, там, советы идиотские дают. Он вообще внимания на них не обращает. Его нельзя сбить. Он знает, что он делает. Он делает больше, чем задано. Это очень такой легкий тип. И это вообще не типичный наш студент. То есть у нас есть такие, но это люди, которые почему-то к нам приходят, хотя, может быть, им особая помощь-то не нужна, но они считают, что зачем-то им нужно. Мы очень рады, когда есть такие ребята. Мы всегда очень рады. Хороший человек. Хороший человек, это как бы по настроению своему. Он как партнер. Но у него есть проблемы. Проблемы могут быть с возрастом связаны, с владением языком. Есть люди очень, как вам сказать, скромные, такие неразговорчивые, интервертированные и так далее. То есть им нужна какая-то помощь. Значит, хорошему человеку нужна помощь. Извне. Мало того, хороший человек чувствителен к идиотам. Ему легко испортить настроение. Он позволяет идиотам портить себе настроение. Он не способен отделять. Вот он такой, он добрый, он хороший человек. Понимаете, он, он, вот их всех воспринимает как некоторую реальность. И знаете, вот этот вот там, как жена мужа говорит, а Вася, что ты не спишь? Он говорит, ты писаешь, как неразговорит. Сегодня там в интернете один чувак был неправ. И он теперь не спит. Вот это хороший человек, он восприимчив. Этому человеку нужна помощь. И я хочу сказать, что это наш как бы основной студент. Мы любим его. У нас очень много вот этой категории. И им действительно нужна помощь. И мы самореализуемся, когда хорошему человеку помогаем. То есть мы говорим, вот это наш, вот он к нам пришел. Мы его хотели, потому что у нас есть, что ему дать. Ни рыба, ни мясо. По-английски, я когда это рассказываю, я говорю, что джелифиш, это медуза. У него нет мотивации. Он такой аморфный. Он принципиально по характеру своему не может участвовать в конкуренции. Вот у нас, например, если девочки, ну уже такие американские. Вот они, например, ну вот, да, они могут работать, но просто они искать работу не могут. Их надо за руку отвезти. Вот если за руку отвели, она может стараться, даже там нравится все. Ну вот прошло там 2-3 года, потеряла работу. Бывает. И дальше она не пойдет искать работу. Она не может участвовать в конкуренции. Она пойдет в сети колледж, она будет брать какие-то классы. И чем дальше время идет, тем меньше шансов вернуться. Потому что классы эти никому не нужны. А дырка в опыте, она все больше и больше, она нарастает. И кранты человеку. Вот это такая очень сложная категория. То есть у нас есть тоже какое-то количество таких. Но в общем-то я что хочу сказать, что это люди не мотивированные. И мотивировать нам их почти не удается. То есть мы большие мотиваторы здесь. Вот посмотрите на меня. Но я улыбнулся там в камеру. Значит так, вот не удается. Понимаете? Очень сложно. Если хороший человек такой хороший объект, подходящий для мотивации, то ни рыба, ни мясо с ним очень сложно. Он ни рыба, ни мясо ждет, что его отведут за руку. Если его не отвели за руку, то он обычно не жалуется. Он не то чтобы даже в претензии. Ну вот он такой. Да, следующая категория. Мне все должны. Есть люди, которым все должны. Эта категория практически безнадежная. Потому что он не будет ничего делать, чтобы чего-то добиться. Потому что он заранее знает, что ему противостоят. Против него козни. Все против него. Его все обманули. Ему сказали, что работа есть, а работы нет. Ему сказали, что этого достаточно, а этого недостаточно. Послали на интервью не его, а кого-то другого. Потому что у него молодая девка, голубые глаза и блондинка. А вот он, короче, у него всегда кто-то виноват, кроме него самого. Что я вам рассказываю? А то вы не видели их тоннами. Вот этих вот. И вот это негатив такой чудовищный, тяжелый. Он никогда не доволен. Вы можете... Знаете, есть такая фраза иммигрантская. Говорят, подари ему свою машину, скажет не того цвета. Вот это вот он. А в эмиграции таких много. Я не знаю, как там у вас в Отечестве. А вот у нас таких много. И вроде он стонет, но делать ничего не будет никогда. Причем он заранее знает, что у него ничего не получится. И в этом виноваты все, кроме него. От них уходят жены. На них наплевательские так вот дети. Ну, смотрят и все такое. Игнорируют, не уважают. В общем, страшная категория. У нас такие тоже бывают. Редко. Но бывают. Вы себя лучше знаете, поэтому вы сами разбирайтесь. Но шансов нет никаких. Его даже за руку нельзя привести, потому что его выгонят. А больше брать не будут. Скажут, ты знаешь что, Миша? Ты больше не звони. Вот после этих вот. То есть, если ты себе не враг, ты не можешь ему помогать. Ты не можешь ходить и кого-то за него просить и так далее. Ты ему не поможешь, а себя грохнешь. Вот такая сложная категория. У меня свой путь. Это человек, который собирает по кусочкам какой-то дизайн у него свой. Он очень активный, энергичный. Он обычно не слушает, когда ты ему что-то говоришь. Он просто делится с тобой своими планами. Как правило, квалификация их в составлении планов близка к нулю. То есть, она строится. Я не знаю, из чего они это все придумали. Если бы они так здоровы были это делать, они бы к нам вообще никогда не попали на самом деле. Но единственный их шанс это в какой-то момент прийти и сказать, ты знаешь что, что-то я в тупик. Скажи, что делать, я сделаю. Вот тогда они превращаются в партнеров с их уровнем энергии, изобретательности и так далее. Они как ракета в космос идут. Но проблема в том, что когда их дизайн рушится, а он всегда рушится, то они вместо того, чтобы сказать, надо кого-то позвать, кто сделает мне другой дизайн, они начинают менять дизайн. Они абсолютно не учатся на ошибках и, в общем, так вот внутренне очень активны. Поэтому вот такая категория. Вот типичный разговор такого человека. Он говорит, я вот там пришел в эту школу, но школа мне не нужна. Мне вот практика нужна производственная от компании. То есть он построил себе путь, в котором вот эта практика что-то для него решает. Это абсолютно ерунда. Практика там два месяца не решает ничего. Ну то есть вообще ничего. Даже если он три раза был на трех практиках, по два месяца каждый, это не решает ничего. Само по себе. То есть это может быть частью какого-то плана серьезного, но для серьезного плана и одной практики достаточно. Ну в общем, не хочу в эту категорию лезть. Хочу сказать вот что. Вот внизу я желтеньким так, болдом, жирненьким взял, три звездочки поставил. Я за последний, за три месяца, вот уже ровно три месяца, я потерял 20 килограмм. И жена у меня так примерно в этом же процессе. Вот те, кто на камеру смотрит, те видят, что я такой сильно похудевший. Похудевший. Так вот, я хочу сказать, что по аналогии с потерей веса, есть психологический аспект в этом тоже. Потому что и тут преодоление, и там преодоление. Ты преодолеваешь себя. Ты преодолеваешь какие-то обстоятельства, сложившиеся стереотипы и так далее. Нужна поддержка психологическая. Причем, что интересно, женщины, если, скажем, на диете женщины больше нуждаются в поддержке, чем мужики, то в нашем процессе, как правило, женщины гораздо более стабильны, устойчивы, меньше подвержены паникам и каким-то таким вот, знаете, нервическим движениям. А мужчина больше, потому что на нем ответственность, он отвечает за семью, он должен прорваться. То есть груз, груз, ответственности больше, стресс больше. И мы в нашем курсе очень серьезно к этому относимся. И у меня есть два плейлиста на канале «Голос силикона и водолина». У меня есть два плейлиста специально вот по этой части. Один плейлист называется «Философская тетрадь». Там свыше ста видео. А второй плейлист называется «Путевка в жизнь», где я рассказываю о том, как строить карьеру, как строить путь людям разных возрастов. Совсем молодые, постарше, еще постарше и совсем уже постарше. Семь разных категорий возрастных. Я вам очень-очень советую познакомиться с плейлистами, глянуть, что там есть, как минимум. Я буду вытаскивать какие-то видео и вставлять их в домашнее задание. То, что я почувствую как-то внутренне, что по вашему настроению, что вам нужно. Но, понимаете, вы все-таки, как сказать, люди взрослые, и вы можете лучше для себя определить. Все-таки индивидуально. Я, если это напишу, значит, 500 человек, не 500, может быть, тысячи. Кстати, сколько нас в трансляции? Я сейчас пойду гляну. Сколько нас? Нет, не вижу. Вижу, не вижу. А, вот тут у меня. Так, сейчас. Значит, я хотел посмотреть, сколько у нас народу в нашей трансляции. Довольно много может оказаться. Сейчас посмотрим. Так вот, да, давайте я сейчас зайду туда внутрь, если мне удастся посмотреть. 422 человека вот в этой трансляции в прямой, еще там чуть больше. То есть, у нас в прямом эфире, можно сказать, там под тысячу, там под 900. Поэтому вас много. И посмотрите, мой такой хороший совет. Соответственно, по вашим вопросам я буду ориентироваться там, куда все движется. И я буду вмешиваться и что-то рассказывать. И если вы обратили внимание, мой рассказ сейчас на самом деле строится именно на том, чтобы показать вам вот эти аспекты мотивационные. Я хочу, чтобы вы были мотивированы, иначе вы не дойдете до конца. Мы сейчас как раз следующий слайд на эту тему будем рассматривать. Спрашивают, какая продолжительность уроков будет. Продолжительность уроков, ну, грубо говоря, от часу до двух. Но нам ничто не мешает, как бы, разговаривать сколько угодно. Я не вижу проблемы такой. Но все-таки я понимаю, что если мы начали в 11 здесь, соответственно, 10 вечера по Москве, да, соответственно, если мы 2 часа прозанимаемся, уже в Москве будет полночь, а где-то там, значит, на восток от Москвы уж совсем поздно. Поэтому я не думаю, что мы должны это делать больше 2 часов к ряду. Ну, поглядим. Я, например, абсолютно свободный в этом плане человек. Я, когда урок веду в классе, я разговариваю 5 часов. Те, кто смотрит наш канал «Голос силиконовой долины», они помнят, мы делаем в пятницу, значит, у нас это утро, а в Москве это, что там, я начинаю в 10 утра, в Москве 9 вечера. Я помню, что я начинал в другое время, и у меня были трансляции по 4 часа. Совершенно спорю. Причем у нас тут было 2 часа ночи или 3 часа ночи в это время. То есть я могу нон-стоп говорить сколько угодно. Я могу в марафонах участвовать. Как бы я абсолютно публичный человек там, и я сколько, лет 45 я преподаю, там, с 16 лет. Меня, что, я блогер, что такое. Вот, но еще раз, должно быть рационально. Должно быть интересно многим. Я потом, может быть, повторю, я сейчас скажу. Значит, мы будем каждые 3-4 урока отвечать, я буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому мы следим за вопросами. Вопросы задаются в комментариях к видео, которые мы повесим. Не в чате, который вы сейчас пишете. Комментарии чата исчезнут, там ничего не останется. Когда вы будете смотреть видео, или просто вот, когда видео появится, вы в комментариях оставляете свои вопросы. И я вам еще покажу место. Я завел для вас, у нас есть форум школьный, я для вас завел там под форум. И отдельно покажу. Я буду просто это давать людям, которые в группе, чтобы они там общались, а не всем, кто там во вселенной, потому что это ограниченный такой ресурс, специально для тех, кто вот живьем участвует. Всем остальным это не нужно. Так вот, без чего не получится. Мы внимательно следим за тем, что происходит, и отвечаем на вопросы совершенно отдельным форматом. Вот то, что я хотел сказать. Восьмого марта, когда у нас четвертый урок будет, вот восьмого марта я понимаю, что вы можете прийти, не прийти, это ваше дело, но я буду отвечать на вопросы, которые накопятся за эти три занятия. Ну или, может быть, за всю предшествующую жизнь. Ребята, любые вопросы. Если вопрос будет классный, я сделаю просто видео на канале «Голос силиконовый долин» для всех, кто смотрит и так далее. Без чего не получится. Надо быть внутренне активным человеком. Надо хотеть. Понимаете, как у Жванецкого? Не очень хочешь, не очень получаешь. Значит, надо искать возможность сделать больше, а не срезать углы. В последней трансляции, вот в пятницу, да, в пятницу, там вопрос был такой, вот дайте там три совета будущему эмигранту. И когда я дал три совета, мне сказали, это даже к эмигранту не относится, это всегда так. Но третий совет у меня был, все, что делаешь, делай по максимуму. Не пытайся срезать углы, а пытайся найти возможность сделать больше, потому что ты себя в этот момент формируешь. Единственное на свете, что вообще стоит вашего времени, сил и так далее, это вы сами инвестируете в себя. Не сачкуйте в себя, а инвестируете в себя. В широком смысле семья, дети, там, конечно, во всем смыслом, в себя. Трудолюбие. Если вы бездельник, ну, 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 вы бездельник, вы же знаете, что вы бездельник. Ну, а что я вам должен сказать? Надо заниматься, надо трудиться. Как бы есть хороший вид бездельника, человек, который ищет какие-то пути рациональные, оптимизацию, какие-то, и так далее. Но оптимизация на уровне срезания углов ведет вас в никуда. Вы имеете дело с системой, где все углы уже для вас срезаны. Я для вас срезал все углы. То, что я вам рассказываю, вам не расскажет трудолюбие. Может быть, это в спеллинге ошибусь, знаете, там много лет в эмиграцию, уж там 28-й год. Значит, я за вас срезал все углы. То, что я рассказываю, вам не расскажут нигде. В том смысле, в каком рассказываю я. Вы можете читать Википедию, если хотите, и вы узнаете там 2% от того, что вы узнаете в этом курсе. От применительных задач. Если ваша задача читать Википедию, читайте на здоровье до конца своих дней. Там достаточно много написано. Но если задача найти работу, то вот в этот момент вы там получите 2%. Для вас срезаны все углы. Нету больше места для углов. Делайте то, что говорят, и все. Для вас самая правильная, самая эффективная стратегия поведения сейчас это максимально точно выполнять то, что вам советуют. Вот в данном случае я. Я не выпендриваюсь, мне, собственно, пофигу, что вы думаете. Но на этой планете нет ни одного человека, который бы имел такой опыт, который имею в этом деле я. И даже 15% такого опыта нет. Ни у кого. Поэтому в ваших интересах прислушаться. Но это ваше личное дело. Я с вас денег не беру, правда? Делайте, что хотите. Преодолевание негатива со стороны и внутренних спадов. Хотя негатив со стороны ведет к внутренним спадам зачастую. А если это просто мнительные, сами по себе? Еще раз. У нас для вас есть плейлист по... Есть философская тетрадь. Плейлист путевка в жизнь. У нас есть вот эти живые вебидары. Отнеситесь к этому, как, например, принятию душа. Вот вы каждое утро встали, пошли в душ. Ну, я предполагаю, уверенности у меня нет. Ну, вот вы встали, пошли в душ, что-то речка. Вы можете сказать, а что я сегодня пойду в душ? Я же на прошлой неделе принимал, правильно? Это же можно так сказать. То же самое с нашими видео. Из философской тетради. Вы можете сказать, а что я там как-то смотрел, вот там в том месяце? Ну, я не скажу, что каждый день надо. Ну, допустим, там раз в недельку неплохо, а то и два. Понимаете? Это как душ. Значит, если вы не будете этого душ принимать, то ваша мотивация, вот этот негатив посторонний и так далее, то есть это большой труд, это наработано за 6 лет, как я эти видео делаю. Поэтому пользуйтесь, оно же для вас. Быть хорошим ведомым, то есть сознательно, активно, с удовольствием, с пониманием того, что ты делаешь, выполнять то, что тебе говорят люди, которые съели всех собак на этом деле. Не так много людей, которые могут сказать, что я хороший ведомый. Я сам о себе такого сказать не могу. Вот я шел 3 месяца назад, я начал эту диету, и я думал, справлюсь ли я, потому что я 25 год в бизнесе, и 4, 5, еще в Москве, еще у меня там пару лет до этого. И я привык сам все решать. И вот, понимаете, я думаю, смогу ли я? Вот мне диетолог дает, я смог, я отлично смог. И, собственно, я пока оказался в бизнесе, я был замечательным ведомым в советской жизни, я работал в разных местах, и меня все любили, я очень хорошо, я с удовольствием был ведомым. Но, понимаете, надо иметь такую способность. Человек, который не может следовать за тем, кто его ведет, он никуда не придет. Это же очевидно. Я же не открыл Америку, или там, может, еще чего-то. Способность четкому выполнению инструкций. Есть люди, ну, опять, срезание углов, да, не дочитал, не досмотрел. Я вам пример приведу. Вот я сделал видео и говорю, у нас будет вот этот курс. Для того, чтобы записаться на курс, я сделал специальный аккаунт на скайпе, и называется он Портнов онлайн одним словом. Если вы хотите записаться на курс, вот вам этот аккаунт, и напишите там, значит, вы приглашаете меня и пишите онлайн курс на русском языке. Вы себе представить не можете, сколько людей обратились ко мне на совершенно другой аккаунт. Ну, можно сказать, а он просто не понимает. Он там пишет, Михаил Портнов, выходит два моих аккаунта, и он выбирает не тот. Но послушай, ну, так ты, значит, ты не пользователь, значит, ты не в состоянии отличить аккаунт, где написано M. Портнов от аккаунта, где написано Портнов онлайн, тогда тоже не, знаете, так что хуже? Или просто тебе пофигу, или ты невнимательный, или ты куда-то спешишь. Так вот, способность к четкому выполнению инструкций, не важно, почему ты их не выполняешь. Важно найти способ их выполнить, и все. Не можешь, ну, ну, сори, ну, не получится, ну, ну, плохо. Расписание. Если у вас нет расписания, времени быть выделенного на это, на все, вы не сможете далеко ускакать. Я бы сказал, что от 10 до 20 часов в неделю это минимум для тех, кто хочет найти работу. Если просто вам для эрудиции там 2-3 урока посмотрел, вообще вопросу нет, можете не делать никакого задания, и времени не уйдет. Но, в принципе, домашнее задание вот на один урок может легко занять и 3, и 4 часа, и 5 часов, и 10 часов. Легко. Понимаете? А у нас 2 урока в неделю. Поэтому, вот я так исхожу из этого. Ну, меньше 5 часов я с трудом себе представляю, как можно потратить, чтобы подготовиться к уроку. Не, шаляй-валяй, конечно, там все, что угодно можно, оставаясь на первом уровне. Отделаться можно очень быстро. Самое простое отделаться от себя, от своей жизни, и так далее. Тут вообще с собой всегда легко договориться в этом плане. Да, идем на Портнов Компьютер Скул. Значит, пару слов о том, откуда школа взялась. Это мой стандартный такой слайд, но вот я рассказываю о себе, что я, я вообще 56-го года рождения, мне скоро будет, в апреле мне будет 62 года, я закончил институт связи в Москве. Я, я, собственно, там и жил недалеко, там 10 минут пешочком, в Лефортово, если кто знает, Лефортово, работал в конструкторском бюро, назвал ЦКБ Министерство связи, вот начиная с 78-го года, я там работал, и мы занимались разработкой цифровой аппаратуры связи. Сегодня я бы сказал, что digital design мы делали, или logic design, вот такого плана. Работая там, я поступил, мне хотелось, знаете, я в физмат-школе хорошей учился, она сейчас очень известная в силу ряда обстоятельств, не относящихся прямо к этой школе, но вот 57-я школа московская, я учился в математическом классе, и как-то так вот мне думалось, что может я как-то к математике там предрасположен больше, и я вот поступил в Твери, был в госуниверситет, тогда это называлось Калинин, вот, и в 83-м году я его закончил, это было, это было на заочном отделении, это близко от Москвы, там два часа на электричке, такое как бы, я там ездил, экзамены сдавал, там на лекции даже иногда, ну, в общем, как-то так я его закончил, мне это помогло понять, что я не хочу быть математиком, и дальше я работал там в науке педагогической, я получил педагогическое образование параллельно, значит, это в Твери, и работал в Академии педагогических наук, точнее, не совсем не то я говорю, в системе госпрофтехобразования, госпрофтехобразования, госкомитет по профтехобразованию, там был НИИ, и мы занимались, там была лаборатория методов быстрого обучения, интенсивного обучения, потом я там работал в лаборатории информатики, у меня была куча публикаций, я учился в аспирантуре, вот здесь пишет, записано 87-е, 90-е, я учился в аспирантуре, в Академии педагогических наук в городе Казани, есть институт педагогики, психологии, профессионально-технического образования, вот я там учился, не доучился, мы уехали в конце 90-го года в Соединенные Штаты, и тут уже я начал работать тестером по случаю, товарищ просто привел, мы тут немножко бедствовали, первое время рецессия была жуткая, плюс я по-английски вообще не говорил, и вот товарищ меня привел там на работу вот в эту компанию Portfolio Technologies, потом там был Лео, месяцев 8-9 прошло, увольнение, такое сокращение, потом была, Test Drive это была компания, тогда только начинались, знаете, начинались мультимедийные системы, вот это была одна из первых мультимедийных компаний, это вот, потом работал в Борлэнде, там я начал автоматизацией, заниматься, потом в Борлэнде же началась эта школа, Portnob Computer School, это оказалось случайно, я ведь не знал тогда, просто было много иммигрантов, тогда был поток такой, беженская, еврейская иммиграция, и вот, ну что, работы нет, люди образованные, все переживают, а я уже одну работу потерял, вторую нашел, потом Борлэнде тоже нашел, уже второй раз работу нашел, и как-то я уже понял, как система работает, и в 94-м году, в августе, 20-го числа, началась вот эта школа, потихонечку, и она росла, 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 я сначала параллельно, вот я был менеджером в компании, там потом, в лотосе я работал, как раз IBM его тогда купила, там уже были вебовские проекты, уже там началось, вот я столкнулся с вебом, потом я был в компании Broadvision, это был легендарный стартап, который был вторым интернет стартапом, который вышел в паблик, после Netscape, Netscape вышел в апреле 96-го, а Broadvision в июле, по-моему, 96-го, он вышел по 7 долларов за акцию, через 4 года он был 750, вот представьте себе, вот я в этой живой легенде работал, но недолго, потому что школа в это время уже так поперла, что я не мог быть в состоянии, когда я не додаю на работе и не додаю школе, я работал еще по 80 часов в неделю, и жена просто ультиматум меня поставила, короче, я ушел в школу, потому что, ну, я понимал, что я меняю мир в школе, а там я просто работаю, поэтому так, мне хотелось менять мир, есть такое, вот, от советского воспитания, да, вот профессия примерно в это время появилась, там, в начале 90-х, никто не знал, что это такое, в конце 90-х уже так более-менее все знали, что это такое, когда мы начали в 94-м году и оказались первой школой по тестированию, я сформулировал, чему надо учить из собственного опыта, и мы на ближайшие года 3-4-5, может быть, определили видение того, что такое тестировщик, и тестер, как у нас говорят по-английски, для Кремниевой долины, потому что никто не знал, что это, и вот, все наши выпускники, не все, большинство, были первыми тестерами, которых нанимали компании, ну, может быть, 80% выпускников шли в компании, где вообще и тестирования до этого не было такого вот, в таком виде, поэтому мы такая школа, как бы, с историей, и, в общем-то, я бы сказал, и настоящее тоже у нас довольно интересное, вот, кому будет интересно, мы поговорим, спрашивайте, если что-то интересно, у нас в веб-сайте есть, портовком, ну, вы видели веб-сайт, там вот, я страничку завел для этого курса, мы поговорим немножко, сегодня мы не полезем в тестирование, сегодня мы, точнее, вы полезете, когда будете делать домашнее задание, я в тестирование сегодня не полезу, потому что, хочу такое установочное задание, занятие провести, значит, чем уникальна профессия, вот, как она была в 92-м, когда я начал этим заниматься, ну, мы можем поправить на 94-й, когда школа началась, да, давайте заменим на 94-й, вот, чем уникальна профессия, это не менялось, с 94-го по 2018-й, когда мы вот тут с вами находимся, ничего не менялось, значит, первое, возраст незапретительно критичен, по сравнению с тем, как это было бы в других профессиях, вот, я, когда класс веду, ну, у нас местная публика, я говорю, вот там, ребят, говорю, вот, если бухгалтер, профессиональный аккаунтент, 45 лет, вдруг решил стать веб-программистом, есть у него шанс какой-то, они говорят, какой-то есть, я говорю, отлично, 100 аккаунтентов, 45 лет, профессиональные аккаунтенты, решили стать веб-программистами, у какого процента получится, ну, 10 процентов, 15, я говорю, отлично, меняем задачу, слегка, видоизменяем, они решили быть не веб-программистами, а тестировщиками, какой процент? Они говорят, 70, 80, я считаю, что вот 80, 85 реально, понимаете, возраст критичен там, и, в общем-то, не так критичен тут, я не хочу сказать, что 45 так же здорово, как 22, нет, но, но можно жить, ну, у меня даже вот люди там пишут из, вот недавно, из Могилева женщина, в 50 лет пошла, нашла работу, выучилась, и пошла, нашла работу тестировщик, это то, чего мне пишут, это невозможно, говорят, вот в наших странах, там после 30 ты не человек, там после 40 ты не человек, там после 50 ты вообще, даже и не подобие человека, и не тень человека, да чего угодно происходит, даже там, здесь, ну, поскольку у нас люди разных возрастов, я могу сказать, что самый немолодой у меня был 67 лет, у него жена, моложе на 20 лет, и он вышел на пенсию, она на работе, и он помирал с тоски, вот он пришел, уже пенсионер, вот он выучился, и пошел работать там, в свои 67 лет, то есть, конечно, это зависит от рынка, зависит от ситуации, от того, чем он раньше занимался, какой у него английский, все это понятно, но возраст не носит такого запретительного характера, как, допустим, в каких-то других ситуациях, не обязательно иметь образование в IT, собственно, и для программирования не обязательно, то есть, полно программистов, у которых нет образования в IT, но в нашем деле, еще менее критично, когда вы работали в каких-то профессиях, у вас появились навыки, переносимые, то, что у нас называется, transferable skills, значит, переносимые навыки, работа с документацией, со стандартами, ты можешь быть инженером-механиком, и ты работаешь с какими-то требованиями, и с какими-то спецификациями, и с какими-то стандартами, то же самое в строительстве, если ты инженер, если ты проектировщик, если ты в бухгалтерии работаешь, ты все равно, у тебя дебет с кредитом должны сойтись, понимаете? И цена ошибки совсем другая, понимаете, что такое цена ошибки, допустим, при проектировании зданий, или в строительстве зданий, или цена ошибки, ну, хорошо, я не знаю, error message какой-то вышел, и что? или даже крашнулся. Я помню, когда, вот, ну, сколько уже прошло, 20 лет назад, вот я пользовался активно браузером, интернет-эксплорером, он в течение дня крашился, ну, может быть, 10, 15, 20 раз, ну, крашился, запустил, дальше пошел. Значит, не в личной жизни, правда? Знание предметной области иногда помогает, допустим, если вы, я могу на любую профессию рассказать, как человека взяли на работу вот за эту профессию, вы не писаете, сколько таких случаев было. Это не значит, что если вы химик, то вы обязательно должны искать работу в компании, где нужны химики для тестирования. Или, допустим, микробиологи, или, допустим, люди, которые знают французский. Вы можете знать французский и найти работу, где нужен французский. Много такой работы. Называется localization testing, когда софтвер адаптируют к странам, языкам, там, и так далее. Но, но не обязательно. Поэтому были люди, для которых иностранный язык был решающим. Вот, допустим, у нас очень популярны и не хватает людей бразильский, португальский, турецкий, испанский. Испанский, понимаете? Вот как-то латинос не тестирует софтвер. Я знаю наших соотечественников, которые брали на работу, потому что там, скажем, один по-испански знал. Девочка была из, не помню откуда, из Средней Азии. Она знала турецкий, два года жила в Турции, училась там в сети колледжи. И тогда миллион всего. Достаточно высокая оплата труда. Ну, программисты больше получают, без вопросов. Но я знаю тестеров, вот я сейчас знаю женщину, она менеджер. У нее работа, она сегодня получает 250 тысяч долларов, у нее зарплата менеджера. Это редкий случай. То есть, менеджер может получать там 200, ну там, 150, 170, и таких много. Ну, менеджер, QA директоры. Директор, под ним три менеджера, он уже директор, вот таких много. Люди, которые автоматизированные тестирования делают, допустим, ну, от 120 и выше, и там, 150 есть, и больше есть. Но их, правда, интервьюируют уже как программистов. То есть, там интервью такое мало отличается от программирующего человека, поскольку ему, собственно, и деньги платит как программирующим. Ну, да, достаточно высокая оплата труда. Повсеместно востребовано, вот куда на карту откнешь пальцем, там востребовано. Где-то больше, где-то меньше. В США, я про другие страны не говорю, университеты не предлагают высшего образования в этой области. Это значит, что вы не конкурируете с кем-то, кто лучше образован. Ну, он там, какое-то у него там образование, и у вас какое-то образование. Ну, дай ему Бог здоровья. То есть, вы не хуже их в этом смысле. Относительно, слово относительно, желтеньким, да, относительно, просто, в изучении. Относительно чего? Относительно программирования, относительно, допустим, девопс, относительно системного администрирования. Что значит относительно просто? вот, люди учатся там три месяца, идут на практику, там еще два месяца, и, глядишь, там, месяц-два на рынке и работают. Относительно просто. Я не говорю про экстремальные случаи, когда люди там через месяц уже работу находили, я даже не хочу в эту область лезть. Это с кем-то бывает, это как в лотерею. Вот он выиграл, это к тебе не относится. Вот как, человек заполнил там форму на грин-карт лотерею, да, и все, и дальше он планирует, как он сейчас туда-сюда он поедет, да ты выиграй. Там меньше одного процента вероятность. Понимаете, а он уже планирует. Так вот, относительно просто. Относительно. Не то, что вот так сейчас решил, буду тестером, и вот как-то оно само собой произойдет. Нет, все, что выше я сказал, относится. Есть масса факторов, без которых не получится ничего. Можно быстро начать работать по профессии. Опять, быстро, относительно быстро. Международно конвертируемое. Правда, сейчас я могу по онлайновому классу сказать, я уже не говорю там про Россию, Украину, хотя в Украине сейчас конкуренция большая, сейчас страна ломанулась в IT, но вот до последних событий там было несложно. Львов, Харьков, Киев. Но по онлайн-классу я могу сказать, из Новой Зеландии, там вот, откуда ребята были, находили, из Новой Зеландии, из Пакистана, из Румынии, из Финляндии, из Швейцарии, Ирландии, Великобритания, Германия, что там у нас, из Италии. Понимаете, поэтому, ну, как бы есть. Я сам иногда удивляюсь. Понимаете, вроде, так. Хорошо, движемся дальше. Более того, если вы планируете эмигрировать раньше или позже, вы можете там начать работать у себя в стране и потом приедете, у вас уже специальность есть. Вы можете использовать это как инструмент эмиграции. Допустим, вы поработали, немножко поднялись, нашли работу в иностранной компании, которая переводит сотрудников, допустим, в другие страны и специальная виза для этого называется L1. И вы, когда работу берете, вы договариваетесь, что вас переведут в течение, ну, там, после года работы или двух. Переводят, там, скажем, в офис в Техасе или там, где-то в Джорси. И это происходит. Мы постоянно видим людей, с которыми происходит. То есть, это как бы, опять, я не могу оценить вероятность того, что это произойдет с вами. И вы не можете, и никто не может. Любой человек, кто скажет, что может, именно с вами, он явно преувеличивает свои возможности такие предсказательные. Ну, вот такая уникальная профессия. почему я это делаю? Вы, если почитаете, как бы, что люди пишут, особенно, если, знаете, есть люди, они так, свою голову очень охотно подставляют в качестве мусоросборника, то вы много чего слышите. Значит, но я лично, во-первых, этот драйв невероятный. Я могу сказать, ну, те, кто меня на видео видит, я за эту ночь вообще глаз не сомкнул. Я был настолько в возбуждении, я готовилась к уроку, у меня генерюш такой шел, и, значит, я прям вот, вот, вот неделю последнюю я хожу на крыльях, летаю, у меня масса идей. Я переделываю материалы, которые у нас существовали там какое-то время, я для вас специально что-то такое создаю, это, это, то есть я создаю для этого курса, но будете использовать вот сам, у меня много-много-много-много идей. Я черпаю эту энергию от вас. Поэтому я как бы по-своему вас вампирю. Кроме того, я как бы в такой стадии жизненной нахожусь, когда я имею вот такое благословение свыше менять жизнь людей. И я измеряю свой успех как бы тем, насколько я вот это благословение как бы реализую. Понимаете, было бы скверно иметь какое-то предназначение в жизни и уклониться от него. Это катастрофа жизненная, на самом деле. Вот я как раз человек счастливый, я занимаюсь тем, что я люблю, я не знаю, сколько часов я работаю, потому что я работаю с удовольствием, я не считаю. И я видел уже очень много людей, жизнь которых изменилась от того курса, который мы делали шесть лет назад. и я очень-очень-очень-очень чтобы вы, пройдя этот курс, добились того, чего вы хотите. У вас могут быть разные совершенно задачи и цели и так далее, но я как бы вот хочу, чтобы вы добились результата. И я с вами в этом процессе и так далее. Когда я приехал в США, это было в конце 1990 года, я по-английски не говорил, мне было 34 года. Образование мое вы слышали, опыт работы тоже слышали. Я дисквалифицировался как инженер-электронщик к этому моменту. Вот. И плюс по-английски не говорил. И я дико мечтал, чтобы было бы кто-то, кто бы меня вывел куда-то. Я бы такой был ведомый. Боже ты мой. Не было. И когда это все со мной вот стало происходить, я понял, что я должен это делать. Потому что если я это сейчас не сделаю, то никто не сделает. И очень много вещей. Канал на Ютубе я когда-то завел этот Silicon Valley Boys. То есть он был, но я изменил формат этого канала, потому что 6 лет назад, если бы вы пошли на Ютубе и поискали, что там люди говорят про США, это было такое ощущение, что там кроме агентуры ФСБ никто больше ничего не делает. Там типичный лозунг хочешь попасть в США, поступай в ракетные войска. Вот это был стиль всего, что там делалось. И я было несколько блогеров, человек 5. но они как бы я к этому времени уже был 20 с лишним лет в стране, я покупал и продавал недвижимость, ну свою собственную непрофессиональность. Я занимался инвестициями, я был инженером, предпринимателем, страховым брокером и так далее, и так далее, и так далее. Я на форуме говорим про в США, был модератором с 2003 года и так далее. То есть я набрался столько информации и жизненного опыта, что никто из тех, кто там был, они не по сроку проживания в стране, не по делам, в которых они как-то участвовали, близко не стояло. Я понял, что если я сейчас не пойду и не сделаю, то значит никто не сделает. Вот сейчас бы я не стал этим заниматься. Сейчас так много блогеров хороших, разных, я бы не стал. А тогда вот, вот знаете, и да, короче, я вот пришел в это состояние когда-то и я понял, что надо. Если не я, то больше некому. И что касается, значит, тут мне говорят, знаете, люди говорят, Миша, ты вот сейчас все расскажешь, а они не пойдут тебе учиться за деньги и бизнес наш пропадет. И я говорю, ну во-первых, я 6 лет назад рассказал и ничего такого не случилось. Во-вторых, тут есть тонкость одна. Значит, я уже говорил раньше, я повторюсь, наш контингент это не тот, кто может пойти и самостоятельно выучиться. Мы ему не нужны. Наш контингент это тот, которому нужна помощь. Вот я говорю, это хороший человек, да, то есть у него ограничения какие-то и так далее. К нам приходят, допустим, партнера уровня люди, мы очень рады им, но это не не то, на чем мы, как бы, стоит наша школа. К нам приходит и ни рыб, ни мясо, тоже приходит. Но мы стараемся вот остальных отсеивать, которые там есть. Но тоже, если он говорит, я хочу, мы ему говорим, вот это, вот это, он говорит, а я хочу, заходи. У нас еще такая бумажечка, есть, мы говорим, подпиши, вот тут, что ты не в претензии, если что. Да? Ну, заходи. Вот. Мы, кстати, видели людей, которые мы выпихивали, ну так, мы мягко это все, культурно. Вот. А я хочу, и потом раз и проскочил. Понимаете? Таких тоже полно было. И какое я имею право человека лишать возможности в жизни, если он хочет, если ему сказали, какие могут быть проблемы, он их берет на себя. Берет на себя, вперед. Поэтому я абсолютно никак не вижу никакого риска там для нашего основного бизнеса, но, безусловно, есть вещи, которые я на публике не скажу. И, ну, не скажу. Вот. Это не помешает вам, если вы уровня партнера, это не помешает вам пройти тем путем, которым вы хотите пройти. А даже если я вам скажу лишнего, то если вы не уровня партнера, это вам все равно не поможет прорваться. Поэтому я как бы дозирую то, что там происходит. И, в общем, я делаю это с удовольствием, с большим. С очень большим удовольствием. И я, безусловно, от этого очень много получаю. Не исключительно в деньгах. Хотя, надо сказать, что мы не гоним деньги из своей жизни. Я считаю, что то, что мы зарабатываем пропорционально тому вкладу, который мы даем, делаем в жизни других людей. Я как бы, я к этому сейчас легко отношусь. Было время, я гнал. Я большевистского воспитания был. Я идейный. Чего мне деньги? Я инженер. Я зарабатываю на работе. Чего? У меня было такое. Но, как-то ушло. Такая болезнь детская была. Теперь, дальше движемся. Я искренен абсолютно. Я совершенно не рисуюсь, не играюсь там и так далее. Мне пофигу, кто и что подумает. Но мы в бизнесе по помощи хорошему человеку. Поэтому у меня на самом деле жесткая достаточно модерация, скажем, комментариев под видео, там, на канале и так далее. Потому что я защищаю, я защищаю хорошего человека, потому что ему всякая гадость, которая идет, про него лично, про его рубашку, про его прическу, про безвкусицу, про лишний вес, про то, что ему не светит, что таких там, как он там, я не знаю, там, на 3 рубля фунт сушеных там и так далее. Я эту дрянь гоню, потому что я защищаю хорошего человека, потому что я видел очень-очень много вот этих хороших людей, которые слились в сортир от того, что не смогли противостоять вот этим. Понятно? Поэтому я как бы стою на защите. Это я 100% без всякого и без обид, и как бы абсолютно. Теперь, значит, что у нас тут еще есть? Мы движемся в сторону, вот так вот, завершения, вы видите. Выражение признательности. Ну, вы можете написать комментарий какой-нибудь добрый там, пожалуйста, все замечательно. Значит, рекомендовать страницу курса, вот это вот, там, partnov.com slash 2018. Не вообще рекомендовать, потому что вам кто-то сказал, а иди порекомендуй. Рекомендовать тем, кто мог бы заинтересоваться. Значит, категорически не спамьте никого. Если есть человек, который говорит, вот есть проблема, думаю, как жить дальше, сказать, а ты посмотри на это. Если человек ничего не говорит, не надо ему ничего советовать. Не надо никому приставать и так далее. Что вы? Ютуб-канал у нас есть, Silicon Valley Voice. Пожалуйста, я тоже, как бы, очень признателен, если вы канал рекомендуете. Вы можете ставить лайки. Не то, чтобы, знаете, эти лайки как-то монетизируются или что-то, но все равно здорово. И для Ютуба лайки являются проявлением активности зрителя, и это как-то помогает этому видео пройти выше всяких там в поисках, соответственно, больше людей увидит и так далее. Хорошо. В хорошем, в добром смысле. Не надо спамить никого, не надо зло делать. Выражение признательности. Теперь, у нас есть две, два слайдика осталось. Значит, два важных принципа. Знаете, что я сейчас сделаю? Я пойду на веб-сайт школы. Так, давайте я сейчас их найду. School. Ага. Вот внизу, внизу у нас тут два, две ссылочки. Они недавно добавились, поэтому я уже не так точно помню, где они. Значит, одна ссылочка написала Discrimination Policy. Я эту Discrimination Policy составил из некоторого количества других, которые свел вместе и так как-то интегрировал от себя, что-то добавил там и так далее. Она вроде небольшая, но я говорю о том, что мы как школа никого, нигде, ни по какому принципу не дискриминируем. Я даже добавил от себя, например, вот эту citizenship or US visa status, потому что есть места, где тебя дискриминируют, если ты не гражданин. Есть места, где тебя дискриминируют, если ты, допустим, не имеешь грин-карты. Есть места, где тебя дискриминируют, если у тебя не та грин-карта. Тебе говорят, а какая у тебя грин-карта? Через брак. Временная, говорят они. Вот постоянная будет, тогда приходи. Откуда у тебя разрешение на работу? Через я подал на политическое убежище. Вот как будет грин-карта, приходи. У нас этого ничего нет. Но чтобы было понятно, к чему я об этом говорю, мы сейчас посмотрим на acceptable use в палисе. Тут, правда, по-английски, но я вам рассказываю. Значит, идея вот какая, что когда вы находитесь в нашем классе, когда вы приходите на наш канал ютубовский, когда вы приходите на страничку там портнов компьютер скул, в смысле портнов дотком и так далее, вы находитесь как бы на нашей территории. Грубо говоря, так, если пришел человек и начинает кого-то дискриминировать, говорит, вот там, скажем, люди вот этого цвета кожи плохие, люди, которые приехали из такой страны плохие, люди, у которых, люди, которые приехали по гринкарт-лотерее, они грабят нашу страну, сидят на вилфере, они плохие, потому что у них вот такой тип визы и так далее. Значит, что получается, вы это делаете не у себя дома, а вы пришли куда-то, где есть вот это non-discrimination policy, или там discrimination policy, я бы назвал ее non-discrimination, ну, не важно. И вы дискриминируете. Таким образом, если я на это спокойно реагирую, получается, что я дискриминирую, потому что это мой ресурс, я его контролирую, и мой контроль не распространяется на то, чтобы прекратить вот эту дискриминацию. Значит, когда я говорю, мы не дискриминируем, это значит, мы никому не позволим на наших ресурсах этим заниматься. Это понятно, да? Вот. то есть, в нашем конкретном случае на YouTube-канале это ведет к бану, на в Skype-группе там 500 человек, которые участвуют в этом курсе, это ведет к исключению из группы, и так далее. Тут еще есть один момент. Значит, давайте я вам прочитаю. Значит, что, когда мы вам даем возможность пользоваться ресурсами, значит, это делается для того, чтобы дать вам возможность, значит, успешно учиться. И дальше сейчас, да, значит, имеется в виду, что вы не будете делать ничего такого, что, как написано, may be harmful or disruptive. То есть, вы не причиняете вреда другим людям. Обратите внимание на слово disruptive. Да? То есть, вы, напрямую я сейчас обращаюсь к тому, что вы находитесь в чате. Вот, я смотрю на чат, который в нашей группе из 500 человек. Значит, этот чат, иначе, как помойкой безобразной, назвать нельзя. Чат является собственностью школы. Он создан мной. Он создан с единственной целью помочь вам в том процессе учебном, который у нас есть. Чат не является местом, где вы поздравляете друг друга, обмениваетесь смайликами и даже говорите спасибо, если вам дали хороший совет. Вы можете тому, кто дал совет, в личку написать вот ему лично на его аккаунт и сказать ему спасибо. А говорить спасибо там, где еще кроме вас 500 человек, это уже дисраптик. Вы дергаете несколько сотен человек своими спасибами. Вы там отмечаете праздники, вы начинаете выяснять кто откуда и так далее. Это не место, где люди общаются на темы за пределами того, что делается в нашем курсе. Значит, мы подводим черту под тем чатом, который был до сегодняшнего дня. Но я может быть там скажем так технически дождусь до полуночи. Дождусь полуночи сегодняшнего дня по местному времени. Слава богу тут еще полсутки. И начиная с этого момента вот то, что будет там дисраптив я буду удалять оттуда, потому что это абсолютно противоречит и препятствует той цели, ради которой этот чат создан. Это не мусорный бак. Это место, где люди общаются на тему заданную нашим курсом. Хорошо? И безусловно не место для каких-то для оскорблений, шуток и так далее. Вот каких-то таких сомнительных 100%. Вот почитайте. Если кто-то не очень понимает по-английски, значит переводчиком воспользуйтесь. Во всяком случае это относится к вам, когда вы пользуетесь нашим чатом и когда вы оставляете комментарии под видео учебным. Теперь давайте мы о домашнем задании поговорим. Значит первое вопрос вы задаете под нашими видео, но я для вас сделал еще местечко такое. Значит у нас есть форум форум портнов.com на сайте портнов.com и самое первое что вы видите написано SQA 2018 discussions russians in russian тут еще ничего нет ни одного поста нет никого нет для того чтобы на форум попасть надо зарегистрироваться для того чтобы зарегистрироваться ну давайте я попробую мне не хочется логаут делать в общем короче когда вы захотите создать аккаунт он вас спросит зачем ты сюда пришел и это такой кодовый вопрос если вы не дадите тот ответ который обязан там быть значит вы туда не зайдете я не хочу давать этот ответ в в публичном таком месте я дам этот ответ в в скайпе тем кто участвует в классе активно все остальные туда доступа иметь не будут так вот там есть вот это вот discussions in russian по-моему я там что я не сделал ничего ну давайте давайте я сделаю может быть назову так давайте я назову это вопросы вопросы для обсуждения в видео в видео видео вебинаров вот так будет вопросы для обсуждения значит пишем вопросы ниже все вот такое как бы я сделал submit newsread хорошо вот тоже мы здесь не мусорим мы пишем по делу это вот такое место дальше поглядим что там еще мы добавим но но в принципе я еще раз я призываю вас писать под видео тоже и у нас есть уже там десяток с небольшим помощников которые будут отвечать на ваши вопросы потому что понятно что я сам не справлюсь я все-таки работаю кроме этого много дел вот я сегодня в 6 часов у меня урок в онлайном классе уже в нормальном в англоязычном в обычном поэтому много дел всяких и между ними тоже да возвращаемся к нашей презентации вот задаем вопросы для нашей специальной записи ответов вот 8 марта будет первая запись ответов смотрим видео с первого урока прошлого класса значит смотрите что там происходит в прошлом классе у нас есть урок номер 1 и тут есть урок вот запись этого урока запись на вебинар в записи это то что было в самом классе но домашнее задание было такое изучаем ответы на вопросы номер 1 значит посмотрите вебинар в записи двигайтесь потом на изучаем ответы на вопросы номер 1 это некая страничка и там ой что вот а ну да да это из ну хорошо пусть будет такая страшненькая ладно я для вас другую сделал ну ничего страшного вот значит смотрите эти вопросы и ответы вообще-то ай-яй-яй дальше есть тест который вы делаете вот он вот этот тест тест вы делаете по принципу второго уровня вы не копируете сюда ничего из ответов вы ответы выучиваете выучиваете эти ответы вот они вот они эти вопросы вот они все тут вот из quality вот из software quality вот из software quality assurance и так далее вот эти вопросы и соответственно там будет разобрано как с этим иметь дело так я думаю ага сейчас одну секунду возвращаемся на на ваш класс так движемся на на вашу страничку дело в том что я ее сделал посимпатичней сейчас а да вы знаете что я сброшу ее сюда я сброшу сюда ту страничку чтобы она здесь а стойте 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 все и все есть вот оно вопросы на интервью от наших выпускников вот эта страница с вопросами на интервью а вот ответы к ним вот возьмете отсюда вот она часть первая все отлично возьмете отсюда она здесь симпатичненькая новенькая я пересмотрел ее переписал ее я хочу чтобы вы вот этим пользовались вот отсюда возьмете я извиняюсь за некоторую неаккуратность возьмете значит не не из той ссылки а вот из этой которая в ресурсах часть 1 вот и там значит выучите ответы вопросы ответы на вопросы заполните квиз и когда вы придете на следующий урок мы начнем с того что будем рассматривать этот квиз как вы его выполняли это наш план на следующий урок ну и еще кое-что мы сделаем вот такая вещь еще я вам покажу знаете что на нашем форуме тут есть такое место называется портнов ревью нет 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 немножко вот software qa testing interview questions здесь два десятка вопросов с развернутыми ответами с развернутыми то есть если там вот ответ там небольшой то здесь начинают начинаются подробности потому что мы хотим чтобы человек на интервью был лучше чем другие значит ничего писать здесь не надо вот тут какие-то люди вдруг от себя что-то пишет что он пишет тут этот человек значит так от вас не требуется ничего писать абсолютно от вас требуется читать и изучать вот а то что он тут мусорит не ну надо же так пришел и на мусорил правда так сейчас мы его де удалим так делит как спам просто делит хорошо просто удалили друзья ничего писать не надо ничего писать не надо туда не создавайте нам лишнюю работу пасворд он хочет ну да эти вы теперь пасворд нас знаете не тут что-то сложно стало а нет все нормально в общем такая вот такая вот история возвращаемся на форум вот это место читайте изучайте добавляйте помните мы говорили что партнер он идет делает больше чем а просто ну просто студент скажем чем хороший человек вот пусть у вас будет возможность сделать больше хорошо я надеюсь что у нас тут более-менее мы совсем разобрались давайте я понимаю что там вы довольно много чего-то писали и в скайпе и и не в скайпе тут некоторые пытались звонить друзья звонить писать во время разговора моего это последнее дело кстати вот это онлайн класс когда идет друзья все что связано с онлайн классом в этой группе можно разговаривать во время урока после урока нельзя между уроками нельзя а во время урока если вы хотите мне что-то сказать вы говорите мне в этой группе я говорю вы совсем не использовали это обращение ко мне во время урока давайте так вопросы есть ко мне прямо сейчас значит писать могут реально только те кто в группе давайте значит ответы на тест на русском исключены в условиях постановки задачи мы говорим что у нас курс для работы в сша мы пишем по-английски тест кейсы багри порты мы готовимся к поиску работы в сша если у вас задача другая то может быть наш курс не идеально вам подходит и вот такая история значит что у нас еще так мне надо будет тут пройтись надо будет пройтись по комментариям в чате нашего видео трансляции значит тут что-то народ как бы так превратил это в такой чат не совсем связанные с курсом дело в том что в таком чате мне трудно отвечать на вопросы но надо сказать что там не так много комментариев я я и внимательно посмотрю они если они не пропадут тут спасибо всякие говорят так значит вы знаете что это просто какая-то такая беседа между людьми да чё тут преподаватели лет 30-40 делают показательную инфографику преподаватели за 40 делают презентации а я девяностое двухтысячные это не укор это замеченная закономерность инфографика лучше воспринимается может быть я не знаю мне трудно судить так так значит это про меня так что не такой он простой это я наверно ладно ну что так ну хорошо значит в чате я не вижу ничего такого что требует ответа значит тут человек говорит подпишись ко мне на страницу в ю тесте после чего сразу напишу ближе что то вообще это неправильное место для таких сообщений так ну что ладно хорошо так смотрим теперь что у нас в скайпе народ пишет тоже немного пишет видно там мало осталось но давайте я гляну сколько ж вас там сколько же вас там 30 300 434 я имею ввиду в нашем вебинаре 434 в нашем тут смотрим в прямой трансляции около 400 почти потрясающе начаться ответы на русском нету где нужно писать ответы там есть ссылка в задании есть ссылка на давайте пойду туда вот тут вот написано ответьте на вопросы вот этого теста вот ссылка вот эта ссылка там будет ответы здесь вы ответы будете вы изучать что вот не по этой ссылке а то что я показал более современной а здесь будете отвечать наверное я перепишу немножко задания я просто унесу я я перепишу задание чтобы вам сюда вообще не ходить хотя в записи можете смотреть тут есть когда планируется следующее занятие то же самое время в четверг где-то грань дисраптива в чате можем ли там обсуждать ютест например ютест абсолютно относится к курсу сто процентов вы не отметились хороший вопрос давайте сделаем так я в скайпе да замотался я в скайпе провел черту под этой чертой вы должны написать там что-нибудь ну там хай напишите хай спасибо все что вы написали значит вы говорите что-нибудь а я по тем кто отметился ниже этой черты буду знать кто у нас участвовал в трансляции вот эти вот четыреста там тридцать пять человек или это вместе со мной что ли в общем вот они они все есть пожалуйста значит можете отмечаться хорошо ребят значит давайте еще раз в чате значит наши помощники их там двенадцать человек пока сейчас может быть еще добавится парочка будут вами заниматься задавайте вопросы но еще раз если вы будете флудить то чат из полезного ресурса превратится в помойку и я просто буду вынужден как бы какие-то удаления производить мне категорически не хочется этого делать я вас умоляю и время жалко и вообще ради чего поэтому чат это собственность школы и он используется только для тех целей которые у нас установлены как продвижение вперед безусловно вопросы работы вопросы спроса предложения на рынке вопросы ответы на интервью и так далее в частности где где взять живой проект ютест безусловно вы можете мне написать я вам про ютест дам какие то может быть ориентиры но у нас про ютест есть видео здесь видите ресурсы у меня есть ресурсы и ссылки по курсу я пока вот что-то тут пишу вы можете мне накинуть какие то ресурсы посоветовать но на сейчас у меня есть видео там минут на двадцать как успешно брать выполнять проекты на ютест я когда-то был в чикаго там полтора года назад и там парнишка вот наш выпускник у него все в жизни хорошо очень очень здорово рассказывает про ютест поэтому я вам вставил уже это в ресурсы сюда такие вот дела хорошо значит я считаю что мы с вами закончили значит те кто говорит хай чтобы отметиться продолжайте говорить хай я через десять минут закончу регистрацию подведу черту я надеюсь что вам десяти минут хватит выше крыши спасибо всем и я давайте я остановлю так что я раньше то остановлю ну давайте раньше я остановлю нашу трансляцию